Продолжение следует... Кировчанам вот буквально в ближайшие дни квитанции за май. И в этих майских квитанциях кто-то вынужден будет... Там перерасчет намечается, я правильно понимаю, да? Нет, насчет перерасчета я не уверена. Там будет как-то странно. То есть там же есть люди у нас, которые платят по счетчикам, а есть люди, которые платят не по счетчикам, а они платят с сентября по апрель. Вот у них в майских квитанциях не будет платы за отопление, несмотря на то, что в начале мая, я не знаю, конечно, у кого как, у меня батареи жарили так, что в квартире было плюс 40 градусов. Ну, вот у меня в квартире батареи убавляются, поэтому в этом году... Да, у тебя новый дом. Тебе повезло. Ну, не все кировчане такие. Ладно, сначала про вакцинацию. Два новых мобильных пункта вакцинации откроются в нашем городе. Подробности нам сейчас, я думаю, медики озвучат. Как они будут выглядеть, кого там будут принимать. Надо ли с собой приносить карточку медицинскую или достаточно только полиса. Я тут, кстати, с удивлением... Ага, да. Да, Наталья Шулятьева с нами на связи, заместитель главного врача горбольницы номер 9. Наталья Васильевна, добрый день. Добрый день. Если я верно понимаю, как раз горбольница номер 9 ответственна за все вот эти пункты мобильной вакцинации, которые в нашем городе появляются. Вы знаете, 9-я городская больница, мы отвечаем за пункты, которые будут работать с 9-го числа около торгового центра «Лето» и у прудов в парке имени Кирова около стырка. А, то есть вот за эти два. Как это выглядит вообще? То есть что такое мобильный пункт вакцинации? Это вот такой вагончик белый, если я не ошибаюсь, на театралке стоял? Или как-то по-другому? Ну, у нас будет организован санитарный транспорт, то есть это специально оборудованные машины, плюс палатки, то есть где каждый, кто желает провакцинироваться, может пройти анкетирование. Тут же доктор будет осматривать, рекомендовать выбор вакцины, который более подходит для пациента. Ну, соответственно, уже вакцинация будет проходить в санитарном транспорте. Ага, Наталья Васильевна, получается, привиться можно всеми тремя вакцинами на выбор? Ну, или вам предложат какой-то? Или у нас только спутник сейчас в наличии? Ну, вы знаете, доктор, конечно, будет рекомендовать, но в основном вот люди выбирают спутник. Это гамка ВИТВАК, спутник. У нас на выбор некоторым будем предлагать ЭПИВАК, корона, но, вы знаете, это будет, наверное, минимальное количество. Почему? Потому что все равно народ выбирает больше, и мы видим по опыту, что этот спутник ведет. Это только если единичные будут какие-то моменты, противопоказания. Ага, а есть все-таки противопоказания к спутнику, да? Или просто опасения есть, например, относительно каких-то людей, у кого астма или аллергии какие-то? Ну, это будет смотреть доктор, конечно, это будет по согласованию. То есть в период обострения какого-то действительно хронических заболеваний мы рекомендуем, может быть, временно пока ограничиться. Ну, только вот если такие моменты. А так, очень большие, скажем так, возможности у вакцины, особых противопоказаний мы не выявляем таких. Еще скажите, где будут находиться эти пункты? Ну, то есть между вокзалом и торговым центром «Лето» у меня ощущение, что там можно только на парковке встать, вот на этой, которая посередине. Совершенно верно. Значит, автостоянка у торгового центра «Лето» мы там будем стоять с 10 утра до 6 вечера в ежедневном режиме, включая и день города, и выходные дни. То есть это будет с 9-го числа по 15-е включительно. И у прудов это парк имени Кирова, около цирка, вот как раз между цирком и прудами. Там мы будем с часу до 8-ми вечера ежедневно, также с 9-го по 15-е число. Наталья Васильевна, такой вот момент, да, если говорить о спутнике, в два этапа там проходит вакцинация, получается, те, кто сделают в мобильном пункте первую прививку, им за второй куда нужно будет обращаться? Мы обязательно с каждым будем согласовывать, куда пациенту удобнее. То есть непосредственно будем приглашать к себе в поликлинику. У нас две поликлиники, рядом как раз по территориальному принципу, либо на Дедендяево, либо на Сурикова. Но, конечно, пациент, если он куда-то выезжает за пределы, он может обратиться в любую поликлинику государственную, сделать вакцину вторую. Ага. Просто вот высказывали, я знаю, и у меня знакомые опасения, люди боятся, что они сделают первую прививку, а потом, ну, то есть очередь на вторую, да, и не успеют вовремя сделать или еще что-то. То есть человека сразу записывают? Конечно. Мы планируем, если первая сделана, то на вторую смело могут переходить. Никаких сверхожиданий, либо ограничений тут не будет. Мы обязательно проведем вторую вакцинацию. И вот тут надо важный уточняющий момент. То есть, несмотря на то, что вот есть две поликлиники на Дедендяево и Сурикова, прийти сделать прививку может житель там любой совершенно, да? Конечно. И не только из Кировской области? Конечно. Могут обратиться и даже вторую дозу могут сделать в любой поликлинике города Кирова. Угу. Еще вопрос по поводу того, какие документы с собой нести. Нужно ли нести с собой медицинскую карточку, чтобы доктор посмотрел? Или достаточно там на слово верить и что называется? Ну, вы знаете, вакцинация вообще это момент такой сознательный, да? Я думаю, что пациент никогда не скроет, какие у него есть заболевания хронические. Если есть какая-то уверенность, либо сомнение, безусловно, можно взять амбулаторную карту, но это не принципиально. Мы единственное, что просим, чтобы были документы с собой, для того, чтобы в течение ближайшего времени мы могли подать информацию на госуслуги, то есть вот паспорт, полис и снил, чтобы было пациента. Вот даже если какие-то моменты возникают, вот у пациента с документами, ну, то есть все равно мы консенсус находим, либо наши сотрудники связываются потом с пациентом, непосредственно все данные передаются. А так карта совершенно не нужна, то есть именно присутствие и добровольное желание пациента. У горбольницы это первый опыт мобильных таких пунктов, ну и вот именно по ковид? Нет, не первый. Мы уже выезжали, мы работаем активно и в ЦУМе, у нас есть пункт. То есть у нас выездные моменты работы, они в постоянном режиме, и по гриппу мы работаем сезонно, поэтому это не первый опыт. И к счастью, поэтому будем расширять нашу территорию, ну, приглашаем к нам прививаться. Да, еще, Наталья Васильевна, такой вопрос все-таки, его многие задают, люди, которые переболели коронавирусом. Надо ли им перед тем, как делать прививку, все-таки сдать кровь на антитела, не знаю, G, не G, чтобы понять, можно им сейчас делать или нет? Или есть стандартное какое-то время, которое должно пройти после заболевания, когда можно делать прививку? Вы знаете, да, смотрят многие, мы сталкивались с этим же мнением, но практика, вот, по крайней мере, широкий опыт показывает, что титры, они, к сожалению, имеют тенденцию к снижению. То есть это, естественно, кто переболел. То есть все равно, если человек переболел ковидом, это не значит, что он не может заболеть второй раз. Поэтому, вот, я думаю, что не стоит ждать ожиданий титра своего, просто прийти провакцинироваться, простимулировать свой иммунитет, потому что, знаете, впереди как раз вот лето отпуска, и чтобы себе не испортить яркие впечатления от отпуска и не думать, вот, где столкнуться с каким вирусом, с каким вариантом вируса, все-таки лучше привиться. Ну, то есть наличие антител не является противопоказанием? Абсолютно не является. Да, и еще такой вопрос. Если вдруг человек после прививки опасается, что он начнет себя плохо чувствовать, еще что-то здесь, стандартная такая история. То есть сделал прививку, если вдруг, не дай бог, что-то, какая-то реакция, обращаются уже по месту жительства, правильно? Да, обращаются к доктору по месту жительства, но, вы знаете, мы активно прививали спутника, вот даже сами замечаем, очень минимальные какие-то моменты возникают. Ну, незначительно, в течение буквально 12 часов это все проходит. То есть, в принципе, когда пациент в первый раз приходит к нам вакцинироваться, доктор объясняет, что, с чем может столкнуться пациент, и сразу уже на момент осмотра оговариваются все нюансы, что можно сделать, куда обратиться в случае, если возникают вопросы. Спасибо. Два мобильных пункционовых начинают работать в нашем городе завтра. Один на парковке торгового центра «Лето» будет находиться, второй будет находиться между цирком и прудом, прям за колесом где-то там, да, в зеленой зоне. Мне кажется, там более приятное место для вакцинации, можно погулять еще. Спасибо. Наталья Шулятьева с нами на связи была, заместитель главного врача горбольницы номер 9. Медики всех кировчан призывают активно прививаться. Я вот, кстати, не знаю, на площади Конева там тоже мобильный пункт? Я, честно говоря, в том районе очень давно не была. Я просто очень часто приезжаю, и там стоит вот... Вагончик. Вагончик. И там никогда никого нет. Поэтому у меня возникает сомнение, это он или не он. Вот здесь на театральной площади у нас же тоже стояло довольно долгое время. Я просто помню, что я проходила мимо театралки, и тут всегда какой-то трафик. Я тоже периодически видела закрытую дверь, и было написано, работаем с 9 до 16, например. Но здесь надо обратить внимание, что вот эти два пункта, они будут работать в более, мне так кажется, удобное время. То есть если тот, который на железнодорожном вокзале будет работать с 10 до 6, то в парке имени Кирова вроде бы до 20 часов вечера будет работать. Пошел погулять, привился. После работы могут успеть это сделать. У меня, кстати, пока вот очень мало знакомых, кто привился. У меня есть знакомые, кто привился, но у меня большая часть знакомых тоже переболевшие, поэтому пока еще дожидается возможности сделать прививку. Вячеслав Царюк с нами на связи, руководитель инициативной группы Лубягин. Вячеслав, добрый день. Добрый день. Добрый день. О вчерашнем пожаре и о сегодняшнем тлении будем говорить, потому что у Вячеслава в Телеграме, если кто не видел, выложена фотография, которая, честно, устрашающе выглядит. То есть там вот эта вот огромная мусорная куча, и она дымится, эта куча. Все так? Да, конечно. Да, Вячеслав, скажите, пожалуйста, что было вчера, что происходит сегодня? Есть ли запах там в районе Лубягина? Не знаю, что говорят там ваши знакомые в других населенных пунктах, потому что куст лубягинский, он достаточно широкий. Да. Вообще, смотрите, вчера где-то около шести часов вечера уже стал видеть дым, при этом Лубягина мы его сразу как бы не заметили. Нам позвонили из Радужного и сказали, что у нас там горит. Хорошо, сейчас ездим, посмотрим. Выехали на место, действительно, пожар такой впечатляющий. То есть дым валил вот на фотографиях, в соцсетях, наверное, на видео. И на видео. Да, и на видео. Апокалипсис просто какой-то. На Лубягине расположено относительно полигона таким образом, что, ну, в наших сторонах никогда практически не бывает ветра. То есть это должен быть ветер северо-западный. А у нас в области преимущественно юго-восточный ветер. И, конечно, вот сейчас, когда идет северо-восточный ветер и меняется примерно на восточный, к выходным, наверное, будет сменится на южный ветер. И вот этот запах, он плавно перенесет со стороны стрижей, в сторону Ленгасова, Басегова. И к выходным может дойти до Кирова. То есть вопрос, успеют ли пожарные и, значит, соответствующие службы все ликвидировать таким образом, законсервировать, чтобы никакие уже газы оттуда не вырывались. Но я думаю, что это будет, наверное, достаточно сложно. Ведь внутри тела полигона образуются свалочные газы, которые, в принципе, при определенных условиях, они могут даже самовозгораться. Я не знаю, совпадение это или нет, но, может быть, вы слышали, что вчера в Ядских Полянах тоже загорелся полигон. То есть это, в принципе, нормальная история, когда нет дождей, когда теплая, сухая погода. Более того, мы подозреваем, что были нарушены правила эксплуатации полигона. И, скорее всего, я не могу это абсолютно точно утверждать, потому что тех, кто открыли, доступ на него общественники в свободном режиме не имеют. И, скорее всего, мы считаем, что не пересыпался слои такового, не пересыпались грунтом. И отсюда получается, что горение внутрь полигона может быть на достаточно большую глубину. При этом, когда даже ты ему сверху все пересыпаешь, закроешь поверхностное горение, на текущий момент оно уже ликвидировано. Откуда идет такой серый дым и белый пар. Вот это то, что есть сейчас. Запах, конечно, пренеприятнейший. И жалуются, значит, поступают звонки от жителей в охренок, что они там задыхаются. Значит, сострижение звонили, сказали, что там чувствуется запах гари. Спрашивают, что вы там жуете. Эх, вот. Люди еще не потеряли до конца чувство юмора. Вот, ну, в общем, история-то, это все печальное, потому что, когда горит мусор, это вся таблица Менделеева, это геоксины. Это получается, что у нас только образовался такой внезапный мусоросжигающийся завод. Ага, открытого горения. Открытого горения, да. А смотрите, наверняка знакомы там, да, с такими ситуациями, это не первый полигон там в России, который горит. Вообще, сколько обычно это занимает по времени, насколько легко ликвидировать такое возгорание? Сколько он вообще может там тлеть? Я не знаю, Вячеслав, специалист ли в этом вопросе. Я, честно, вам скажу, что помню, что несколько лет назад жители Радужного несколько дней задыхались, потому что горел полигон, как раз тоже горел полигон Лубягино. И там вот в самом Лубягино этих запахов не чувствуется. Я говорю, что два километра и совсем в другую сторону. Роза ветров, да, там у вас. Благополучная в отношении вас. Да, да, то есть мы в данном случае фактически защищены. Но вот я говорю, что эта вся беда может прийти в киров. Сейчас будет все зависеть от того, насколько качественно будут запечатывать грунтом, утрамбовывать, сколько туда, не знаю, там сотен командов этих привезут, это из земли, и сколько ее плотно утрамбуют. А не знаете, уже что-то везут? Я сейчас расскажу, да, вот то, что мне рассказали сейчас по итогам брифинга. Был брифинг буквально, вот, не знаю, час назад в правительстве. Значит, что они сейчас пытаются сделать? Они собираются создать глиняный замок, так называемый, да. То есть грунт уже привезли и везут у Куприта. Есть кальер, как мне сказали, да, глиняный. Вот сейчас будут закрывать, чтобы перекрыть доступ кислорода к возможному возгоранию, чтобы его не было. Но тление будет дня три. Вот примерно так. Ну, да, я думаю, что не меньше трех дней. Это, я вообще считаю, очень оптимистичное заявление. То есть я предполагаю, что внутри полигон, это сейчас такой бомба замедленного действия, он еще будет внутри очень долго гореть. Ему особенно там доступ к кислороде-то и не нужен. Вот. И в любом случае вот эти газы, они все равно каким-то образом будут вырываться. Глиняный замок вам спасает ситуацию, но насколько это просто покажет время. И это не первый случай такой, чтобы полигон был справа. А если, смотрите, вот вы говорите, что не совсем уверены в том, что правильно полигон эксплуатировался и производилась там должная пересыпка вот этих слоев отходов, насколько, ну, то есть вот сейчас мы поставим этот глиняный замок, а потом опять туда, ведь я правильно понимаю, начнут сваливать, привозить на мусор. Пока он не работает, полигон пока не работает, перераспределены потоки. У нас как-то можно на это повлиять, посмотреть, правильно ли они все это делают, куда-то обратиться, я не знаю, Росприродный отзор. Кто-то смотрит. Я полагаю, что этим должны заниматься, во-первых, специалисты, у которых будет соответствующий доступ. Ну, не дело это общественных активистов лазить, смотреть, производить в меры, на сколько, на какую глубину, на какую толщину создается какой-то слой. В любом случае, сейчас ситуацию с полигоном Лубягина должны взять на особый контроль. Ну, я очень надеюсь, что это будет просто последний звоночек для закрытия полигона Лубягина. И его все-таки закроют. Мы очень этого ждем. А Лубягина должен был быть закрыт в 2020 году, если я верно понимаю. В декабре 2020 года было предписание, да. Что последняя дата эксплуатации 25 декабря. Сейчас на дворе уже половина 21-го поношла, а воссыны не там. Вернее, везут все туда же. Ну, вот сейчас не везут. То есть, с момента, когда начался пожар, не везут, сказали в Министерстве Минохраны и Природы. Распределили на другие полигоны, сказали. Да, Вячеслав, еще сориентируйте нас, пожалуйста, все-таки по направлению ветра. Мы с вами днем, когда сегодня говорили до эфира, вы сказали, что есть опасения, что все это удует в сторону аэропорта. Ну, на текущий момент, в принципе, туда и дует. Со вчерашнего вечера был ветер северо-восточный и дует в сторону стрижей. Но потихоньку, постепенно ветер сейчас будет меняться на восточный, и выходным он станет южным. Соответственно, все прелести жители города смогут уже прочувствовать это уже в ближайших выходных. Не-не-не, я конкретизирую вопрос. Я правильно понимаю, что не настолько там вот это тление серьезное, чтобы создавать какие-то помехи работе аэропорта? Я и Победилова имею в виду. Нет, 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 нет. Я думаю, что на текущий момент вот этот остаточный дым, который вот сейчас имеется, он реально не создает никаких помех. Там помеха другая. Значит, полигон Лубягина находится в шестой подзоне аэропорта Победилова. И там летают, сидятся самолеты. Мы сами неоднократно видели, как вот в районе полигона на достаточном месте уже высоте летят самолеты Победы. Вот. Я не понимаю, почему он работает здесь. То есть помехи создают птицы. А птиц там действительно много. Там сейчас полчища, стаи чаек, ворон, полчища крыс. Это жуткое зрелище. Правда, я там первый раз вчера был, и мне там очень сильно не понравилось. Это больше напоминает ад. Туда лучше не попадать. Вячеслав, а... Картинка. И все это еще горит. Да, еще немного. Это вот такая картинка из апокалипсиса. Все же, если запах дотянет до города, до самого Кирова, жители каких районов могут на себе это ощутить, чтобы просто люди понимали, чем это вдруг запахло? Кстати, объясните, да, вот этот запах, он как бы, какой он, гарью пахнет или чем? Да, пахнет, пахнет гарью, пахнет жженым пластиком. То есть, ну, этот запах, он такой характерный. И дыма может не быть, но запах этот может идти, я думаю. До каких районов его не спутят? От качественного. Все зависит от того, насколько качественно сейчас и быстро слепит глиняный замок. До каких районов, спрашивай, Даш? Ну, это в первую очередь радужный. Ну, я думаю, что начнется, это все с юго-западного района, потом перелестится по мере изменения ветра на чистые пруды, радужный, Новоавиатский. Вот так. То есть, чем ветер будет более юго-западным, тем ближе это все дойдет до Новоавиатского. Но начнется, мне кажется, именно с юго-западного района. Какое счастье, что в Кирове масочный режим. Мне хотелось бы, знаешь, сказать многострадальные жители юго-западного района, но потом я начала вспоминать и поняла, что страдают жители практически всех районов города. Тут пахнут Азерки, тут пахнет Лубягино, тут еще что-то. Мы не все уже привыкли с вами страдать, поэтому придется и этот тяжелый момент пережить. Надеемся, что власти достаточно быстро все устранят. Да, очень надеемся, что власти и быстро устранят, и быстро скажут все-таки, есть ли в воздухе какие-то превышения по каким-то вредным веществам. Потому что то, что сегодня мне сказали, по итогам брифинга, очень короткая выжимка из брифинга, пробы взяты воздуха, пробы брали, причем там бегали, как я понимаю, всю ночь с заборной аппаратурой, не знаю, как это выглядит, брали в том направлении, куда дует, а ветер менялся за ночь трижды. Точно пробы брали в деревнях, кузнецы, татары. Это ваш ведь Лубягинский куст, да? А я вам хочу сказать, что на кузнецы, на татары, на Лубягину не разу ветер отсюда не дует. А-а-а. Да, надо было брать пробы воздуха в Охренках. В Охренках брали? Да. И в Исуповской? В Охренках, ну, интересно просто, когда брали, и то, что говорят, что в воздухе ничего не обнаружено. Ну, в общем, это была экспресс... Я, как говорят, не сильно верю этому. Это была экспресс-проба, экспресс-проба, вот она ничего не показала. Просто кто-то приехал... Но взяли еще на специфические загрязнения тест, и его результаты, если я верно понимаю, будут сегодня около трех часов. Понятно. Ну, просто вчера в прейсе прошла информация, я не знаю, насколько это корректно ее передали, о том, что возгорание было на площади 50 квадратных метров. Не издевайтесь, пожалуйста. Там конкретно, вот то, что лично я видел, это полоса огня нескольких сотен метров, то есть горело не меньше гектара. Поэтому надо с определенной долей скептицизма подходить к тем данным, которые обнародуют. Ну, и, конечно, мы не стремимся к тому, чтобы всех напугать, насколько это все зловеще так выглядит. Конечно, нет. Мы просто за то, чтобы передавалась активная реальность, чтобы людей излишне не успокаивали. Да, произошло происшествие. Это серьезное экологическое преступление. Его надо расследовать. Я думаю, что, наверное, кто-то должен за это ответить. Да, спасибо большое. Вячеслав Царюк с нами был на связи. Руководитель инициативной группы Лубягина. Жителям Лубягина желаем благополучной розы ветров. Да, к большому сожалению, если не дуют в Лубягино, дуют в другое место. Больше всего переживают люди даже не из-за качества воздуха, хотя и это тоже очень важно, а из-за того, не может ли в этом воздухе содержаться чего-то отравляющего, чего-то такого серьезного, значительного, что на здоровье может сказаться. Мы сейчас пойдем на рекламу. Еще раз в 3 часа сегодня примерно будут готовы результаты проб по этим вредным веществам. Я не знаю, слово диоксины прозвучало в комментариях местных жителей, насколько они содержатся в воздухе, есть ли какая-то опасность. Об этом Роспотребнадзор должен сегодня сообщить. Уходим на рекламу. После рекламы вернемся с уже другой темой. Продолжаем дневной разворот. Про отопление сейчас будем говорить. Квиточки с оплатой, наверное, самой значительной, самой высокой статьи. Получат люди буквально на днях. Это действительно последний месяц, когда мы платим за отопление. Я напомню, раньше мы платили равными долями в течение всего года. Теперь летом мы не платим, но зато платим больше зимой. Как будут выглядеть эти квиточки, нам сейчас представители энергосбыт плюса расскажут. Потому что есть особенности. Какие-то дома получают квиточки с одними цифрами, какие-то с другими в разное время, в разные месяцы, годы. В зависимости от того, есть в доме прибор учета общедомовой потребления тепловой энергии или нет. Как людям не запутаться, куда посмотреть. И вообще в целом история с майскими, например, платежами и с отоплением домов в мае. Может ли она, не знаю, перерасчетом каким-то завершиться или еще чем-то. Ну вот просто в начале мая, когда вся эта история с потеплением резким началась. А в городе одновременно начались каникулы. И главы администрации, как я понимаю, не знаю, может быть, его в городе не было, может быть, еще что-то. Но почему-то распоряжение об окончании отопительного сезона было подписано только 11 мая. То есть в первый рабочий день или 10-го. И я не знаю, у кого-то управляющая компания прикрутила задвижки, видимо, в доме. И было достаточно комфортно. Да, у нас вот убавили подачу тепла, как я понимаю. Но полностью выключили, ну правда, в этот же день. Горячую воду? Нет, не горячую воду, а отопление. Ну в смысле, как вот Осипов подписал постановление, в этот же день все полностью перекрыли. Видимо, только его ждали. Да, именно так, потому что я звонила в энергосбыт во время праздников. Там есть дежурные диспетчеры, и они сказали, что все зависит от вашей управляющей компании. Но мы, к сожалению, большому не можем полностью перекрыть подачу тепла, потому что нет распоряжения подписанного об окончании отопительного сезона. Распоряжение подписывает глава администрации, и глава администрации почему-то не подписывала это распоряжение. Не знаю, возможно, было причиной то, что слишком были холодные ночи, но я, честно говоря, не знаю, сколько должно быть градусов ночью, чтобы 30 градусов... Компенсировались, да. Компенсировались, да. Чтобы было меньше плюс 8, плюс 8. Среднесуточная температура плюс 8 в течение то ли 3, то ли 5 дней, и отопительный сезон должен быть завершен. Я, правда, помню историю, когда в Кирове завершали отопительный сезон, а потом снова включали. Была какая-то холодная весна, по-моему, год или два назад, когда снег выпадал в апреле. Нет, я помню год, когда очень долго топили, и было очень-очень-очень жарко. И вот мне почему это запомнилось, потому что это правда, об этом говорили все. То есть ты подходишь на остановку общественного транспорта, и там люди говорят о том, что в квартире жарко, что хватит уже топить, и тоже был очень тёплый май. Я вот не помню, какой это год был. И это прям, правда, были какие-то мучения. И мы тогда ещё жили на дружбе, и Ленинская управляющая компания, конечно же, ничего не делала для того, чтобы хоть как-то облегчить участь. Батареи топили так, что нам приходилось завешивать их какими-то одеялами, полотенцами, ещё чем-то, потому что было невыносимо. А ещё окно на южную сторону, и полный простор на транцсиб, выходили у нас окна, то есть нигде никакой застройки, ничего нет. И солнце в окна, юг. Да, там можно было яичницу жарить и на батареях, и на подоконниках, и на всём. У нас ничего была такая история, да, у нас тоже было плюс 36 градусов в квартире, и мои звонки в управляющую компанию успехом не увенчались, потому что трубку никто не брал в течение майских выходных. Мы ждём, на самом деле мы ждём возможности связаться со специалистом по клиентскому сервису кировского филиала «Энергосбыт плюс». Я сейчас просто поторпу вашего продюсера, надеюсь, что мы быстро это сделаем. Да, потому что порядок расчёта платы за отопление в многоквартирных домах, он будет определён, как Аня уже говорила, наличием общедомового прибора учёта тепловой энергии. Но просто мне вот тоже не совсем понятно, как именно будет произведён этот перерасчёт, потому что, по идее же, если эти приборы есть, они должны учитываться и отопительный сезон. Так ведь или нет? Ну, там история следующая, насколько я понимаю. Сначала... Мне просто интересна необходимость вообще этого перерасчёта, то есть чем она вызвана, где возникает вот этот затор энергии и средств, что приходится всё это между собой пересчитывать. Вот, постараемся это выяснить. У специалиста, которого нам, я надеюсь, скоро подключат. Да, значит, история следующая. И те дома, и те люди, в чьих домах стоят эти приборы учёта, они платят по одной схеме, а у кого не стоит по другой. Надежда Докина с нами на связи, директор по биллингу и клиентскому сервису Кировского филиала «Энергосбыт плюс». Надежда, добрый день. Добрый день. Да, расскажите нам, пожалуйста, мы не очень понимаем вообще, что будет в этих квиточках. У кого-то будут брать деньги за май, у кого-то не будут, у кого будут, у кого не будут. Смотрите, мы встречались, когда в начале отопительного периода у нас в Кировской области принято решение, мы рассчитываемся за отопление в течение восьми месяцев. Мы рассказывали, что в домах, которые не оборудованы общедомовым прибором учёта, начисление осуществляется по нормативу в течение восьми месяцев в период с сентября по апрель. Соответственно, вот у этих клиентов в платёжках за май уже страхи за отопление не будет. Но при этом в сентябре они заплатят, вне зависимости от того, когда включили. Все верно, все верно. И вне зависимости от того, что в мае ещё ресурс подавался, отопление в квартирах, присутствовала оплата уже не производится. Так, а те, у кого стоят общедомовые приборы учёта, платят по фактическому употреблению? Все верно, платят по фактическому употреблению. И в платёжках за май отражается ресурс, который зафиксирован этим общедомовым прибором учёта. И показания были сняты в конце апреля. То есть вот это дельта, кусочек апреля и в период до 11 мая, пока подавался ресурс. Да, и вот вопрос. И он наверняка у многих вообще жителей. Те, у кого не убавляли отопление, а отопили, что называется, от души в майские праздники, когда почему-то не завершался отопительный сезон, почему-то администрация протормозила с подписанием этого постановления. То есть эти люди заплатят за фактически потреблённый ресурс, несмотря на то, что они отапливали улицу? Ну, здесь, да. То, что прибором показано, да, факт потребления по показаниям. Всё верно, Вы говорите. Не будет такого, чтобы люди могли куда-то пожаловаться и сказать, мне не нужно было Ваше отопление, Вы топили тут, а мы улицу. Ну, здесь, знаете, нужно системы регулировки вот эти на домах устанавливать, чтобы, как Вы говорите, не топить улицу. Это совместно нужно с жильцам объединяться и с управляющей компанией совместно проводить определённый ряд мероприятий. А сколько в Кирове вообще домов, ну, возможно, там в процентном соотношении оборудовано такими системами? Системами регулировки? Да. Я Вам сейчас, к сожалению, не отвечу на этот вопрос. То есть даже в процентном соотношении, наверное, сейчас даже не сказать, да сколько у нас домов со счётчиками? Ну, в данной встрече нет, не скажу. А ещё момент вот по квитанции, да, то есть по тем домам, кто без приборов учёта. В сентябре вот счёт будет выставлен за май. Как-то в платёжке это будет отмечено? Потому что, я думаю, наверняка люди к этому моменту могут уже забыть. И если, например, отопление в сентябре у нас включат где-нибудь к концу сентября, то люди могут удивиться и опять вот... Почему платим полную сумму за сентябрь? Потому что целый месяц получается, ну, в течение восьми месяцев норматив, он длинно рассчитывается. И в зимние месяцы тоже, независимо от того, там, ресурсы больше подавалось, оплата всё равно идёт фиксированную. То есть норматив есть норматив. В каждом месяце одинаковая величина. Нет, нет, я о том, что в квитанции, ну, знаете, иногда бывает, вот, когда пишут там строка перерасчёт, и там указывают месяц, там, перерасчёт за такой-то месяц, там, что-то ещё такое. То есть в квитанции как-то обозначат, что вот эта вот сумма... По нормативу перерасчёт... Что вот эта сумма, большая в сентябре, сложилась из того, что не платили в мае? Мне кажется... И вот отопительный, когда начинается, стараемся, ну, напоминать о принципах начисления, опять же вот об этом, кто оборудован прибором, кто не оборудован прибором. И с вами мы встречались тоже так же в начале отопительного сезона, точно так же, чтобы дать необходимое разъяснение. Безусловно, граждане бывают, забывают, бывает, знаете, сегодня на доме прибор есть, в последующем периоде он может выйти из строя, ну, и обратная ситуация со приборами же тоже происходит. То есть принципы начисления на доме могут поменяться. Поэтому мы, конечно, напомним, расскажем заново. Ну, в общем, людям, я это, наверное, к чему, Дарья, тоже это спрашивает, да, если ваш коллега по работе не платит за отопление в мае, это не значит, что ему повезло, потому что он, в отличие от вас, заплатит полностью в сентябре. Все верно, да. Норматив есть норматив, а факт потребления – это то, что потреблено фактически. Да, спасибо большое, Наталья. Надежда Докина с нами была на связи, директор по биллингу и клиентскому сервису Кировского филиала «Энергосбыт плюс». Ну, вот это просто путаница всегда возникает, да. Люди начинают звонить, почему там, условно, мой коллега по работе ничего не заплатил, а я тут, значит, вынужден платить почему-то в мае, да, почему с меня взяли. Вот, и просто обычно даже, когда, если бывают в Кайтанцах какие-то пометки, да, объясняющие, собственно, почему так произошло, они по большей части написаны вот этим… Очень маленьким шрифтом. Маленьким шрифтом и языком ЖКХ, который, мне кажется, понятен еще меньше, чем язык этих постановлений правительственных. Вот, иногда, ну, люди, правда, могут не понять, почему в сентябре отопление было три дня, а пришло две тысячи там за отопление. Почему за три дня мы заплатили две тысячи, да. Все, разворачиваемся в сторону завершения. Дневной разворот заканчивается. Мы с Даритой Пузлиевой прощаемся. Дневной разворот заканчивается.